Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне жизнь надежды не доверила Мне смеха жизнь не додала Дорог счастливых не домерила Любовь же просто отняла Зато печаль мне жизнь доверила С избытком грусти мне дала И черных дней сполна намерила И в душу горечь принесла Мне жизнь надежды не доверила Мне смеха жизнь не додала Дорог счастливых не домерила Любовь же просто отняла Дорог счастливых не домерила Любовь же просто отняла Клепочки Ну что пойдем одеваться Давай пошли 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 Дорог счастливых не домерила Сейчас сейчас идем Сейчас идем Я одеваюсь Идем на прогулку Гулять Потом завтракать Я вам поверила И боль с души своей сняла Но я твоим словам поверила В боль с души своей сняла А-а-а-а-а-а Тебе чего? Ничего. Здорово, Диман. Отдай ему, майку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Прости, прости, Клепушка. Прости. Клепа, пойдем. Пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Сейчас объявление поклеим и пойдем завтракать. Потерпи, посиди. Не бойтесь, не кусается. Здорово. Здорово. Ну что? Что? Ну? Ну? О, вы его хорошее. Хорошее, беспородное, правда. Ну это ничего. Клепой звать. Пойдем завтракать. Завтракать, это хорошо. Давай на четвертую каналу, четыре. Валера, еще враги вперед. Новенький. Ну? Ха, первый день. Ну? А я старенький. Завтра моя смена, по идее. Но я здесь вообще-то каждую ночь. Почти. Медь с вагонов дергаю. Ясно. А что, зарплата, вот. Жить на что-то надо. И пить. Кстати, будешь? Да мне в институт завтра. Да ладно, что тут пить-то? Уже вечер, а мы еще трезвые. Чай что-либо? Ну? Туда его. А я иду, думаю, кто-то есть. По идее, никого не должно быть. Целый год эта смена уже пустая стоит. А тут чувствую, кто-то есть. Тебя, кстати, как звать? Дима. А ты что, Дима, ее греешь, что ли? Да там плавает что-то. А тебе не все равно, что там плавает. Значит, говоришь, что в институте учишься. Ну? Не на гинеколога случайно? А что? Я бы на гинеколога пошел. Прикольно. Слушай, а ты что, кстати, куришь? Да я не курю. Вообще. Хреново. А как тут у вас с бабами? Че? Гудит холодное сердце Мальвины? Да нет, так просто. Нет, да-да. Да-да-да. Ладно, все свои. Ну, были у нас тут путейки две. В смысле, путаны, что ли? Ага. Только в желтом. Ничего, так можно. Пили, правда, как кони. Хрен упоришь. Уволили их потом. Ясно. Есть тут одна правда. Оленька. Тут вообще с ней хохма целая. Слушай, а у тебя деньги есть? Да рублей двадцать, наверное, тут. Хреново. Ну, так, че это, Оля-то? А? Того, что ли? А ты че думал? Нормальная? Не, ну. Так-то она нормальная. Ничего так, можно. Крыша у нее просто съехала. Поэтому, кстати, и можно. Так бы не дала. Че-то я не понял. Да муж у нее здесь работал. Как раз твою смену. Паэт. Или кто там еще бывает? Идиот, в общем. Писал тут все в журнале, на последней странице. Прикидай. Вот. Сейчас. Во. Жизнь – это смена субье... Субье... А, субъективных стихий. И поэт, пока не изменится этот порядок, им не хозяин, а раб. Ну, не шиза. Ну. И Оля у него такая же. Прикидай, каждую смену к нему приходила. Хавчик ему принесет, накормит, а потом, главное, трахаются. Простыни у нее всегда с собой были. Чистые, прикидай. На диван их постелят и поехала. Вот у меня мыслица-то и возникла. Рога ему сделать. И чё? Чё, чё? Не успел я. Убил его нафиг. Чё, насмерть, что ли? А как еще бывает? Конечно, насмерть. В общем, она, ну, Оля эта. Не пришла к нему как-то сюда. А он ее всю ночь ждал, ждал и пошел искать. Погодка была как на заказ. Ливень долбит, скользко. И первый трамвай на маршрут покатил. А Вова этот, по тропиночке как раз, подскользнулся и шить на пути. А трамвай по нему. Ноги прикидай, по пупок отрезала. Нифига себе. А тут еще эта Оля идет. Хавчик в баночке ему несет. Увидала его и ба-бах! Гуд бай, Америка. Распрощалась с чердаком. Но прикол-то не в этом. Ну, помер человек и помер. С кем не бывает. Прикол вот в чем. Ходила она тут потом. Месяца три. Звала его. Было все, как филин. Народ, в общем, пугало. Врача кричит, позовите хорошего. Он все исправит. Че там исправлять-то? А потом пропала куда-то. Ну, пропала и пропала. Я уж и помнить про нее перестал. А тут недавно прихожу в смену Вовы этого. Ну, в твою сейчас. Проводков наковырял и сижу. Ну, я стекла Вована этого надел. Он ведь тогда без них пошел. Нацепил их и сижу. Прикалываюсь сам собой. Туда-сюда. И тут бабах. Кто, думаешь, приходит? Она, что ли? Ага. А я сижу, главное, как кренгеле. Понять ничего не могу. Она мне прикидает. Я сперва нафиг струхнул. Че-то затрясло аж. Мало ли, по идее, че у нее там на уме. Чердака-то нет. Ну, потом сообразил, че к чему. Ну, думаю, воспользуемся моментом. И че ты думаешь, дальше было? Эротика. С днем рождения, любимый. Трахнул, что ли? Ха! Она меня. Милый, родной. Единственный, любимый. А потом, как она заснула, я собрался и когти рвать. Мало ли, че еще. Прочухать может. Так ты че, на него похож, что ли? Да в том-то и дело, что не похож. А че тогда? Говорю тебе, планка у нее упала. Кто бы тут ни сидел, для нее все вовчики. В очках надо только что. Ну, а кроме тебя кто-нибудь пробовал? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Проснулся. Ты ее все депо переездила. На, держи, пригодится. Прикидай. Маман ее прочухал, че-то. Милицией пугала. Там вроде как групповое изнасилование идет. Ладно, ладно, прикидай. В общем, прикрыли лавочку. И Оля эта пропала тоже куда-то. А недавно, неделя-две как, появилась опять. Придет, посмотрит, что его нет. И выйдь давай. Крышак-то видно. На место встает. А че, Димон? Если зачесалась, то давай отвиснем сегодня. Поприкалываемся. Никто и не узнает. Там старый раздолбанный вагон есть. Там начальство все равно не семафорит. Так она че, придет, что ли? А че? Должна, по идее. Есть желание? А че? Делать-то надо. На, держи. Взял, ну. Че, че, одевай. Надел, ну. О, Вовчик вылитый. И че? Че? Все. Гипноз. Так. Алкаши, драй. Алкаши, драй. Че, колбасит? Ну, давай. Ну, ты меня спас, брат. Девочки, надо меньше пить. Девочки, надо меньше пить. Здравствуй, Оля. Я твой Вовчик. Похож? Ни хрена. А мы ваше объявление в газете увидели и вырезали. Я не вырезал. А мы как чувствовали, что пригодится и вырезали. Не вырезал я. И в сумочку старую с документами положили. А не ложил. А то ведь как бывает, потеряют, а потом бегают, бегают. Я не бегал. А что ж я вам дабков-то не предложила? Вот, возьмите. Положите, обгад. Нет, нет, другие, это моего оболтуса. Что ж я в комнату-то не приглашаю? Да, не туда, 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 проходите, садитесь. Сосисочки будете? А огурчики? Это лишнее. Мы это, мы чего вас вызвали? Мой оболтус по пьяни. От меня зарплату куда-то спрятал, а куда не помнит. Мы все перерыли, нету. Я ему говорю, вспоминаю. А он мне в какую? Вспоминай, куда сунул. Не можешь? Не могу. И не сможешь. Алкашом родился, алкашом и помрешь. Сама алкаш. Ты как заговорил? Извините. Ты как заговорил? Я алкаш? Чего ты несешь? Ты видел, чтобы я пила? Видел. Чтобы у тебя типун на языке вскочил. Скобыли на ногу. Я с тобой пила. Пила. Я тебя сейчас утюгом в башку поломаю. А вы правда гипнотизер? Угу. Настоящий? Не надо. Верю. А вас ведь Николай Николаевич Лебедев звать? Да. Я знаю, я в объявлении прочла. Николай Николаевич Лебедев, гипнотизер, да? Да. А я Надежда Петровна. Николай Николаевич. Очень приятно. Мне тоже. Мы вас пригласили по делу, чтобы вот этому чучелу сделать гипноз, чтобы оно вспомнило, куда деньги спрятало. Это невозможно? Насколько я понимаю, случай у вас клинический. Клинический. Поэтому при удачном выхождении человека в транс положительный результат сеанса гарантирован на 99 и даже 90 процентов. А. Да. Да тише ты. Ой. А это не вредно? Для здоровья? Да. Нет, что вы. Понятно. А вы у нас доктор наук или профессор, да? Да. Я доцент кафедры психиатрии Первого медицинского института. Ты слышал, что тебе сказали? Ага. Я читать хочу. Я тебе почитаю. А я хочу читать. Читать он будет. А вы можете ему гипноз прямо вот здесь сейчас сделать, а? Сейчас? Да. Да, пожалуйста. Делайте. А? Давай. Знаете что? Я буду жаловаться. Я директору завода буду жаловаться. Я президенту буду жаловаться. Я в ГАГу напишу. Это нарушение прав человека. Ты что? Ну, только попробуй сунься ко мне со своим гипнозом. Я, между прочим, бывший мастер спорта по борьбе с зудом. Боря, ты что, с ума сошел? Ты что же? Мама! Мама! Пришли пройти. Стоять! Стой, гад, академик! Стой! Николай Николаевич, я вас спасу! Стой, гад! Николай Николаевич, не бойтесь! Он вас не убьет! Ты че, академик? Это, действительно, насилие над личностью! Я пойду! Ты что ж делаешь, а? Человек пришел! У меня еще другие вызовы! Через весь город, может быть, шел! А ты тут концерты устраиваешь! Алкаш недоделанный! Че ты тут мне руками машешь, а? Может быть, он со всей душой к тебе? Слушай, ты ж меня в гроб раньше времени загонишь! Убей лучше сразу! Деньги, небось, пропил и придумал, что спрятал, да? Я не пропил! Пропил? Не пропил! Не пропил! А почему ты тогда гипноза боишься, а? Ничего я не боюсь! Давай, веди! Веди своего доцента! Пусть насилует! Пусть измывается! Николай Николаевич! Куда же вы? Ну, давайте! Гипнотизируйте! Я право как-то не знаю! А может быть, вам стол перед ним поставить? Да, желательно! Вот так! Так! Вы это, расслабьтесь! Откиньте, откиньтесь на спинку! Откиньте на спинку тебе сказали! Дубина! Расслабьтесь! Не волнуйтесь! Все будет хорошо! Ноги расслабьте, руки расслабьте! Смотрите на меня! Будет шарик, на который вы должны будете смотреть! Понятно? Вот! Смотрите на него! Смотрите на шарик! Да! И слушайте меня внимательно! Очень внимательно! Ваши суставы немеют! Немеют! Все члены наливаются свинцовой тяжестью! Становятся чужими и неподъемными! Вы окунаетесь в теплое море! В теплое море, в голове туман, туман, туман! Веки тяжелеют, тяжелеют и закрываются, закрываются! Закрой веки! Закрой глаза! Тебе сказали! Веки – это глаза! Ты понял? Я сам знаю! Я так не могу, Надежда Петровна! Вы мне мешаете гипнотизировать! Хорошо! Все, сядьте! Не буду больше! Только вас очень прошу, пожалуйста, внушайте ему понятными словами! Хорошо? Я и так все понимаю! Да? Если бы ты все понимал, ты бы закрыл глаза! А ты не закрыл! А веки – это то же самое, что глаза! Он не говорил! Закрой! Сказал – закрой! Все! Давайте все сначала! Только вас очень прошу! Пожалуйста! Не говорите ему, чтобы у него не имели члены! У него и так уже от этого… Господи! Какие члены! Невозможно работать! Все! Меня нет! Гипнотизируйте! Спать! Все! Уснул! А он не прикидывается? Да нет, исключено! Этот может! Он алкаш, но хитрый гад может! Как вас зовут? Владимир Владимирович Пу… 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 Пузяев! О! Это начальник его транспортного цеха! Это что он? Начальником своего цеха, что ли, прикинулся? Бог в паразитах! Как вас зовут? Генри Киссингер… Кто это? Как вас зовут? Кон-Фу-Ци! Это я тоже не знаю кто! Как вас зовут? Борис Пинянович Бызов! Вспомнил, паразит! Куда вы спрятали… Три тысячи шестьсот… Куда вы спрятали три тысячи шестьсот рублей? Говори, куда спрятал деньги, паразит! Да не вмешивайтесь, ты! Куда вы спрятали три тысячи шестьсот рублей? Спрятал за бочком… В туалете… Нашли! Ой! Нашла! Пакетик положил, чтоб не намокли! Молодец, паразит! Три шестьсот… Три шестьсот… Ну, все! Можно выводить из транса… Погодите, погодите, погодите! Не выводите! Не выводите! Скажите… Скажите… А можно его… Это… От пьянства… Закодировать? Я не специалист в кодировании… Я доплачу… Я и кодерички нет… Я не специалист в этой области… Подождите тогда… А можно я его… Вопросик один задам, а? Господи, какой еще вопросик… Ну, он когда… Со мной познакомился? Угу… Он только что из армии был, да? Угу… Так вот, он говорил, что он служил в кремлевских войсках… Отойди от Мавзолея, урод! Его… Жизнь, я не могу… Я не могу… Доставай… 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 Давай, давай… Молодь… Ну, курить дай, бутылку положи в зад, сволочь. Вот и спросите его, правда это или нет. Борис Семенович, вы меня слышите? Да. Скажите, вы служили в кремлевских войсках? Да, нет. Как нет? Это что? Это что, он мне врал? 20 лет. 20 лет он мне врал, а я-то дура. Я же на работе всем наболтала, что у меня мужик в Кремле служил. А он? А где ты служил? Спросите его, где он служил. Борис Семенович, где вы проходили срочную службу? Мне же быть, чего-то не доверила, чего-то жизни додала, чего-то жизни не домерила, а что-то просто отняла. Мне жизнь надежды не доверила, мне всех жизнь не дадала. Дорог счастливых не доверила, любовь не просто... в строительных войсках в городе Верхняя Солда. Это что? Это я 20 лет со стройботнёй сраной живу. Ты, может быть, мне ещё врал, что ты в танке горел во время учения, а? А ну-ка спросите его, откуда у него ожог на заднице? Да это же не этично. Антично-антично, спрашивайте. Борис Семенович, вы меня слышите? Нет. Борис Семенович, откройте глаза. Борис Семенович, скажите мне, как вы получили ожог на ягодице? Ай! Ай! Горю я! Кушайте меня! Ай! Мама! Кто-нибудь её! Ай, горячо! Ай! Ай! Ой, помогите! Ай! 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 Ой! 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 Ай! 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 Сел в костёр по пьяному делу, Врать мне, да? Уж! Врать! Ну ничего, я сейчас тебя выведу на чистую воду. Ты мне сейчас всё как на духу. Ну-ка спросите его. Чё спрашивать-то? Спросите его. Засколин купил мне зелёное платье, которое привёз мне из Москвы. Так он же не поймёт, какое именно. Он поймёт! Он мне, гад, больше ничего не покупал. Борис Семёнович, скажите мне, помните ли вы зелёное платье, которое купили в Москве? Помню. За какую сумму вы его приобрели? За девяносто один рубль. Ну чё, не хочешь пойти потанцевать? Иди один. Тебя там твоя артистка ждёт. Чё надулась? Как я откажусь от такого счастья? Даже не тружусь, не пытаюсь понять я, Где, в каких местах ты похож на принца? В розовых очках... Ты же клялся, божился, Что за четыреста пятьдесят рублей Мне это платье в ЦУМе покупал. Кому сейчас легко. Полезла за олежками белочка, Не твоя теперь конечная девочка. Неужели ты не чувствуешь разницу Между выбранным и посланным? СМС Я живу только по особым случаям. Только на свадьбу. Или на юбилей. А? Я же на работе всем хвасталась. Мне же все подруги завидовали. Они же все мне говорили, Какое у тебя платье шикарное. Какой у тебя муж замечательный. Как он тебя любит. Ну что вот теперь? Что вот теперь? Ну что вы, Надежда Петровна. Получай! Не надо! Не мешай, гад! Не надо! Получи! Отдай! Ах! Что же ты меня раньше времени в могилу загоняешь? Что же ты надо мной измываешься, как над скотиной последней? Я что, не человек? Что же я за всю свою жизнь ни на одно хорошее платье не заработала? Ты вон сколько пропиваешь, я тебе ничего не говорю. Ты мне на платье пожалел. Купил какую-то дешевку за... Не понял? А куда ты остальные деньги дел? Ты что, за два дня столько пропил? Ну-ка спросите его, куда он остальные деньги дел, которые как будто на платье потратил? А? Я думаю, это лишнее. Не лишнее, не лишнее. А может он там проститутку себе в Москве покупал? Все, тихо, успокойтесь, я спрошу. Спросите, спросите. Спросите. Я теперь ему ни в чем не доверяю. Я ему вот ни на столечко теперь не верю. Да успокойтесь, я спрашиваю. Спрашивайте, спрашивайте. Но если ты мне гад, деньги эти в Москве на проститутку потратил, я сейчас как проломлю вашку. Понял, говорю, понял? Да понял он, понял. Тихо. Тихо, все, молчу, спрашивайте. Борис Семенович, вы сейчас здесь? Да где же мы, Кобелини, сейчас здесь быть-то, а? Не мешайте. Все, молчу, спрашивайте. Скажите, куда вы из расходов ли деньги, которые якобы потратили на платье? Брат, играл наперстки. Кручу-верчу, надурить хочу, в каком огороде слива растет? Дядя, бери. Кручу-верчу, обмануть хочу, говори, дядя, в чьем огороде слива растет? Кручу-верчу, а заладить хочу. В какой огород слива упала? Говори, дядя. Та не точно. Ты че, дядя? Вали его, пацаны! Вы че? Ребята! Вы че? Вы же сону! Ай! А если бы ты проигрался и без квартиры бы меня оставил? Да я бы никогда в жизни тебе этого не простила! Да я бы! Да ты бы! Да! Да я бы! Да ты! Ой! Ну ничего! Ничего, ничего! Мы с тобой еще поговорим! Вот проснешься и поговорим! А что? Можно выводить из Френса? Нет! Не сметь! Я еще много о чем должна у него узнать! Он мне еще много о чем должен рассказать! Сейчас! Надежда Петровна! Борис Семенович! Вы куда? Я пошел! Пошел! Что это с ним? Пошел! В нашей практике такое бывает! Но очень редко! Боюсь, что я не смогу продолжать сеанс! К тому же у меня назначен другой сеанс! Понимаете? Отмените! Не могу! Что касается денег, я доплачу! Сколько? Триста? Ну... Хватит и двести, хорошо? Ага! Потом! Потом! Уговорили! Мы сейчас с вами выведем его на чистую воду! Это хорошо, что вы дали объявление в газетке! Я всем нашим бабам на работе про вас расскажу! Пусть узнают правду про своих мужиков! Вы же нам все поголовно врете! Это лишнее! Это настоечка! А он думает, что я дурочка! Что я ничего про него не знаю, да? Ха-ха-ха-ха! А я все знаю! Ты про гамку знаешь! Электричка Москва-Барселона Отправляется с третьей платформы Я, наверное, живу незаконно Если даже билет не оформил Я, наверное, не буду влюбленным Я, наверное, не буду счастливым Электричка Москва-Барселона Пусть несет меня неторопливо Здравствуй, Оля! Я, я твой Вовчик Очередной, прикидай Котик, ты чего это? Что с тобой? Котик, ты чего? Заболел? Ты пил, что ли? Пил, да? Я, ну... Ну, пил, я так и знала Опять с этим, да? Один Ну, ты даешь Господи И, наверное, ничем не закусывал У меня хлеб Хлеб? У тебя язва, а не хлеб А ты хлебом закусываешь Кошмар! Так, давай быстро супчик поешь Я тебе суп принесла Куриный, твой любимый Иди сюда У тебя ничего не болит? А, нет Нормально все А у него болит! Ты же не поливаешь его совсем! Ему больно! Больно! У тебя точно ничего не болит? Ой! Господи! Да не болит ничего! Дура! Какая набитая! Шизофреник! Все, думаю, что с тобой что-нибудь случится Дура ведь, да? Ты же всегда со мной будешь Всегда ведь? Нет! Ты только не волнуйся! Это я так! Ой, дурочка какая! Из-за сна это просто! Сон мне приснился про тебя Плохой! Вот тебя! Это просто сон! Дурацкий! Давай спать! Я сейчас! Ты куда? Сейчас, сейчас, сейчас! Сиди! Я с тобой пойду! Сиди, сиди! Я никуда не ухожу! Сиди, сиди! Здесь я, здесь я! Сиди! Что случилось, Вова? Да ничего, ничего! Не волнуйся! Все нормально! Все в порядке! Вов, да что с тобой? Да ничего, все, не волнуйся! Ты это! Иди домой! Что? Обход сейчас будет, нельзя здесь посторонних! Иди домой! Ты это специально, да? Придумал? Нет! Ты расстроился, да? Я же говорю, будет обход! Нельзя посторонних! Иди домой! Ты из-за Насти это! Да ничего, я не из-за Насти! Так и знала, не надо было тебе ничего рассказывать! Иди домой! Иди домой! Иди домой! Домой! Да никуда я не пойду! О, Господи! Вова, ну пожалуйста! Мне тоже больно! Я тоже страдаю! Я сюда-то хожу только потому, что я боюсь! Я за тебя боюсь, Вова! Что трамваи идти кругом, что они сделают с тобой что-нибудь! Я же не перенесу тогда! Я умру сразу, Вова! Ну прости меня! Пожалуйста! Да простил уже! Простил! Нормально! Все! Иди домой! Я ведь не специально это тогда! Я только на минуту в магазин отошла, а коляску оставила! Моразм, маразм, дурак согласился! Ну что я непонятно сказал! Давай, дергай! Зачем ты так? Вова, будут у нас еще дети! Я полечусь и будут! А это испытание! Любви наше испытание! Вова! Иди домой! Вова, ну не надо! Я же люблю тебя! Больше всего на свете люблю! И ты меня любишь! Ведь любишь, правда, Вова? Поцелуй меня, пожалуйста, котенок! Да не так, а вот так! Пошли спать! Мне на обход надо! Я с тобой пойду! Зачем? Мне так спокойнее! Ну тогда не пойду! Ничего страшного! Тогда спать? Я что-то есть захотел! Ой, ну поешь, конечно! Только остыло все! Давай я разогреваю! Ничего, ничего, ничего! Нормально все! Ты иди ложись! Ой, а я с тобой посижу, можно? Ну сиди! Знаешь что? Давай девочку возьмем из роддома! Маленькую, грудную! А если у нас родится кто-нибудь, то их двое будет! Давай! А? Девочку говорю! Давай! Маленькую, грудную возьмем! Настенькой назовем! Давай! Я подумаю! Подумай, Вов, подумай! Ну ты чего не ешь-то? Я ем! Я... Угу! Ем! Ты такой у меня хороший! Самый лучший! Мне так с тобой повезло! Господи! Ты только не бросай меня, ладно? Не бросишь? У нас скоро, как раньше все станет! Помнишь, как хорошо было? Ты помнишь? Как мы на пруд тогда ходили, помнишь? Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! М? Что? На пруд ходили, помнишь? Ах! Да, помню! А к тете Гале, когда мы приехали погостить, и она зашла в комнату как раз, когда мы, ну, это делали! Я тогда кричать стала! Хе-хе-хе! Да, помню! Ты что, забыл? Почему? Помню! Ну, ты просто смеялся раньше! Только тете Гале скажу, ты сразу со стула валился! А, да! Да, вспомнил! Она тебя еще Чикатилой после этого все время называла! Угу! Ну, у нее все мужики Чикатилами почти были! Ну, ты ж у меня не Чикатило никакой! Ты у меня... Ух! Гигант какой в этом деле! Пошли спать, котик! Давай попозже! Угу! Повспоминать хочешь? Ага! Да, воспоминания – это хорошая штука! Так вроде грустно, а потом все равно радостно становится! Глупая я у тебя, да? Ты – нет! Вот я – дурак! Давай все-таки девочку возьмем из детдома! Вдруг у меня детей больше не будет, а? Давай! Давай! Угу! Давай! Правда? Угу! Вова! Ты у меня такой! Такой! Дурак! Угу! Турак! Угу! КОНЕЦ О, ну чё ты, Димон, как дела? Какие? Ну, с Олей. А, это? Не пришла она. Да ладно врать, я слышал её голос. Слушай, давай потом, а? Не понял. Ну это, я не успел пока. Какие-то у нас затяжное оказывается. Слушай, Димон, давай я по-быстрому и домой пойду. А ты потом хоть всю ночь, а? Нет. Чё? Нет, чё непонятного? Погоди. Ты чё, её в единоличное использование хочешь взять, что ли? Хочу. И чё? А ничего, завтра твоя смена, по идее, прикидай. Вот завтра и придёшь, понял? Ты чё, сучара, ворсей? Руки! Тогда очки отдай, не твои. И не твои. Ладно. Если ты сейчас не уберёшься, я твоему начальнику завтра про твою медяшку всё настучу, понял? Ладно. Давай, чеши отсюда. Ей помочь надо, а вы пользуетесь. Вот ты и помоги. Почешей там! Иди отсюда, мразь! Ладно, ладно. Козел. Спросите про это. Борис Семёнович, вы вступали с этой женщиной в интимные отношения? С какой? С гамкой. С гамкой. Нет. Что ж ты так нагло брешешь? Не верьте ему, Николай Николаевич, он всё врёт, алкашидра. Не надо делать скоропалительные выводы. Мне даже неприятно вас слушать. Ах, вам неприятно! Вам неприятно, да? С психами ему приятно, а со мной неприятно. Вот и топайте в свой институт. Только сначала пусть этот дикобраз скажет, изменял он мне хоть один раз или нет. Потом вы меня отпустите. Отпущу, отпущу. Спрашивайте. Борис Семёнович, вы меня слышите? Да. Скажите, вы когда-нибудь изменяли своей жене? Да. Спросите его. Что спросить? Сколько раз изменял? Сколько раз изменяли? Один. С кем? С кем изменяли? С крановщицей из нашего цеха. Борис Семёныч! Белочка не твоя, теперь, конечно, я девочка. Не усыдь, ты чувствуешь разницу между выбранным и посланным. Белочка не твоя, теперь, конечно, я девочка. Белочка не твоя, теперь, ты чувствуешь разницу между выбранным и посланным. СМС 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 Как я откажусь от такого счастья? Даже не дружится, не пытаюсь понять я, где в таких местах... Молодость моя! Белоруссия! Борис Семенович, Борис Семенович, миленький Борис Семенович. Ну что же вы, Борис Семенович. Моя белая горячая. Борис Семенович, миленький Борис Семенович. Я тебе сейчас бошку-то проламлю, пустите меня! Пустите меня! Надежда! Да пьяный, да? Пьяный он был, пустите меня! Не трогайте меня, я его сейчас утюгом с бошку проламлю! Борис Семенович, проснитесь! Пустите меня! Вы меня неправильно поняли, я сейчас все объясню. Секс он мне делал. Секс он мне делал, понял? Она врет! Че ты ей делал, академик? Секс он мне делал, по-пранцузски! Какой несовестно! Какой несовестно врать! Секс меня сейчас не интересует! Пусти его! Тебе с крановщицами можно? Ты че, с какими крановщицами? Ты че? Вот с такими! Мы всю подноготную твою выведали! Ты нам под гипнозом все рассказал! В танке ты горел, да? В танке ты горел! Ну горел! Сильно? Сильно! Что ж ты брешешь, а? Какие в стройбате танки! Ты же у нас, оказывается, в стройбате служил! Ты же у нас, оказывается, стройбатнявшего я! Это сначала! Я... Потом меня перевели! Куда тебя перевели? В ОМОН! В московский! Чего ты сказал? В ОМОН, значит? В ОМОН? Я там дослуживал! Ещё скажи, в ООН! Какой нахрен ОМОН? Да на тебя ждунешь! Ты же рассыплешься тут же! Ты же нам под гипнозом всю правду рассказал! И как ты в Москве все деньги у напёсточников просёр? Ты изменялся нам с крановщицей? Я тебе этого никогда не прощу! Испугала! Всё! Хватит! Давай собирай вещи, вали отсюда! И пойду? Чего ты тут думаешь? Тебя всю жизнь терпеть буду! Давай, давай, вали! Думаешь, побегу, что ли, за тобой? Хватит набегалось уже! Теперь ты будешь за мной бегать! Ага, сейчас! Побежал! Сейчас! Не надо! Триста лет ты мне нужен! Не буду я за тобой бегать! Давай, давай, иди вали! И пойду! Встань! Чемодан достану! Давай, доставай! Двадцать лет! То гад, то алкаш! То гад, то алкашидра! Надоело! Матери поеду, блин, в Сибирь! Езжай, езжай! Может, найдёшь там себе какую-нибудь идиотку? Может, я пойду? А то меня Клёпа дома ждёт. И вы идите тоже! Идите! А деньги? Спасибо вам, Николай Николаевич, что открыли мне глаза на эту образину! Так! Не за что! Ага, пожалуйста! Бритву оставь! Я и пылесосить буду! Вместо того пылесоса, который ты так и не починил! На! Пылесось! Пылесоска! Платье своё! Зелёное вот это! Завирай! Дешёвку эту! Крановщицы свои отдай! Может, она такие носит? Или она такие не носит, а? Она у тебя шубы норковые носит! А чё ей не носить? У неё ж таких дураков, как ты, сотни! И все ей несут! И все валят! Валят! От семьи отрываются! И всё валят! Валят! Ну что вам не живётся? Ну что вам ещё сделать? Вам же всё делаешь! А вы всё на страну! Вы всё на страну! Всё налево! Отстань! Не отстану! Дура! Сам дура! Издевался надо мной, да? Накувыркался там? Изменялся со своей крыльщицей, да? Я же дура! Я же тебе верила! Я думал, ты у меня святой! Ты святая, бляха-муха! Святую из себя корчит! А сама под гипнозом поди ещё не то расскажешь! Святая! Блин, она! Святая она! Святая... Давай посмотрим, какая ты святая! Вот, под гипнозами посмотрим! Зависывая у доцента! А он ушёл! Никуда он не ушёл! Дверь не хлопнула! А он культурный человек! Он дверями не хлопает! Им и сквозняки хлопают! Как его зовут? Не помню! Эй вы! Помочь? Замок что-то не открывается! Придётся задержаться! Зачем? Надежда Петровна Бызова хочет, чтобы вы её загипнотизировали! Не хочу! Хочет, хочет! Не хочу! Я сказала! Я не могу! У меня собака одна дома! Клёпа? Клёпа! Ничего! На пол покакает! Пошли! Туда ты его прёшь, да ещё в обувке! Ты что ли здесь полы моешь? А вы что с ним пришли вы, кажется, домой собирались, ну и жли бы себе! Освобождаем помещение! А-а-а-а! Все уже что ли? Не знаю, у меня еще никогда так быстро не получалось Отпускать? Не знаю Это же ваша жена, не моя Вы бы на моем месте что сделали? Я, слава богу, холостой В таких делах не советчик А что мне тут на ней до нового года сидеть, что ли? Я же ведь завтра на работу мне Тогда отпускайте А вдруг она притворяется? Побежим Куда? Вы же сами сказали, там замок заело В окно Отпускайте 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 Спит, кажись Похоже на то Проверить может А как? Иголкой Ну, это негуманно Чего там негуманного? Раз и все А тогда может пощекотать Попробуйте Давайте вы Ну, это же ваша жена, не моя Ничего, ничего Я разрешаю Щекотите Щекотила Я не специалист в щекотании женщин Да спитана Что спрашивать-то? Да? Тогда может По маленькой для храбрости Что? Настойчку? Типа того Вообще я не употребляю Если что, по маленькой? Лады Щас накатим Держи Ниже Дырочку заткни Хватит Ну давай За что пьем? За то, чтобы эта гангрена спала Чудный тост Не дыши А то умрешь Это настойчка? Спирт Ц2 Аж 5 УАЖ Академик Откройте дверь Так, спокойно, профессор Ложная тревога Откройте дверь Ну да А кто ее будет спрашивать обо всем? Вы будете спрашивать Да щас Так нельзя Я в этом В очевидном невероятном видел Вы должны Глупость, абсурд А в глаз Знаете, между прочим Я тоже дзюдо Знаю А ты что, ты на кого бочку катишь? Ты ж на самого бочку вызова Нырыкиваешься Да я ж два года в ОМОНе оттрубил Вы в стройбате служили Вы в стройбате служили Каком стройбате, академик? ОМОНовец я Да осторожно, руку сломаете А потом еще и ногу Пойдем, Коля Пойдем Ну что, дзюдоид Смотри, спит А ты боялся Ну что, еще по маленькой Пошли Давай Еще по одной Да не буду Вы такой агрессивный Да ладно Мне воротник вон оборвали У меня рубаха Почти с детства Вечная Подумаешь, рубаха Вы мне всю жизнь И испортили вон Про Вальку-то Про крановщицу Зачем спрашивали? Так Жена настояла А, сдрефил значит, да? А вы бы не испугались? А я что Я привычный До сих пор удивляюсь Как живой хожу Давай Спирт? За тебя Академик Занюхай Да разве ей Угодишь? Платьями вон Новыми разбрасывается Сидела бы себе Хвост прижала Фотомодель Хренова Не скажу В Европе Уральской А я уже 20 лет С ней мучаюсь То стулом шмякнет То деньги все выгребет И наврешь, что потерял Или с пылесосом Этим вцепится Как лещ А я все Живу с ней Живу Потому что люблю ее Стервозу Я, может, и про кремлевские войска Да и наврал Потому что любил А она ж в молодости Какая была Туфельки на каблучках Жопка глобусом Тут все трачком Коса да пупа Вот такая девка А я кто? Стройбат Вот и наврал Потому что не пошла бы она за меня За стройбата А так Как узнала, что в Кремле Это все сразу Первый я у нее был Ну, конечно, не в техническом смысле Технический-то ее один гад раскурочил Жениться обещал То-се А потом Сорвал печать-то Ноги в руки Сама рассказывала И мамка ее Винила она себя за это здорово Стыдилась Что не полноценная невеста Говорила, что не помнит даже Как все было-то А потом Когда после свадьбы-то Со мной все случилось Сказала, что Как будто в первый раз Понравилась даже Ну, вот и стали мы считать, что Первый я у нее был Че? Не верите? Да я, честное слово, верю Поклянитесь Не буду я кляться Это предрассудки Почему я должен? Я ничем никогда не клялся Ну, то-то, а то верю, не верю Столесплавский хренов У нее, спроси, если не веришь У Надьки Спроси Господи, да верю я Спрашивай Скажите, вы меня слышите? Слышу Как вас зовут? Надежда Петровна Буйзова Старшая медсестра Третьей городской больницы Вышла Доехала Надежда Петровна Скажите Борис Семенович У вас был первым мужчиной? Конечно, нет Это она, наверное, еще Того гада посчитала Ну, образно она Вы спросите Каким По счету Я у нее был Хватит Надежда Петровна Скажите А сколько у вас всего Было мужчин? О, это грамотно Двадцать один Один Сколько? Два Она Почему-то считает, что один Она не так сказала Так, я клянусь вам Вы же не клянетесь А вы сейчас клянусь И Бога, и Матери, и Докторце, и Клепочка своей И сколько она сказала? Ну, три Два и один Три точно Два с этими С последствиями С какими? С постелями А один Так просто дружила Че ты мне мозги пудришь? Сколько у нее До меня было? Ну, один Один Который Ее обещал И сбежал Ну, ты мужик даешь Ты че меня за дурака, что ли, держишь? А ну-ка спроси еще раз Не буду Спрашивай, я сказал Не буду Не будешь? А я сказал Будешь Садись Спрашивай Больно Спрашивай Что спрашивать? Спрашивай, сколько у нее мужиков до меня было Ну, не знаю я У нее спрашивай Хорошо Отпустите меня Не отпущу, так спрашивай Хорошо Надежда Петровна Скажите Сколько у вас мужчин было до мужа? До какого? Как до какого? До вашего? До первого или до второго Че она говорит-то такое? Не знаю Так, так Узнайте 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 У кого? У нее Спросить? Ну да Подожди А вдруг это не она? А может она опять в подкорку ушла? Узнай Спроси Надежда Петровна Вы сейчас здесь? Здесь я Она Она? Она Она? А почему у нее мужиков двое? А второй-то кто? Может узнать? Ага Надежда Петровна Кто ваш второй муж? Борька Борька Вызов Алкаш этот А первый? Лешка Славин Тоже пил хорошо Мы с ним три месяца прожили А потом его посадили Но я и развелась Потом по блату Паспорт сделали чистый Без печати С девичьей фамилией Моя Болтус до сих пор Ни о чем не догадывается О, Гангарена Она ведь у меня Первая была А Я же ее спрашивал Когда у нас Брачная ночь-то была Ну как тебе? А она Ой, Боря Я в этом не понимаю ничего Оказывается У нее уже муж был И мужиков двадцать один Двадцать один Двадцать один ведь? Двадцать один А у меня только две Она И крановщица эта Убью я ее Пускай садят Борис Семенович Борис Семенович Вы же интеллигентный человек Вы же в кремлевских войсках служили Вы же в подсознании Конфуций А потом сам повешусь Какой грех Вы же любите ее Не люблю я ее Больше Маша Сознание затуманивается Гаснет Уйди Лингвист Спать Котик, ты че? Че? У тебя неприятности? Неприятности Из-за меня? Нет, из-за другого Ты это Где живешь? Что? Блин Собирайся домой, пошли Тебя уволили? Уволили Совсем? Совсем Ну ты Это даже лучше Ты только не переживай Мы другую работу Давай собирайся Собирайся быстрей Обними меня Ну Вот Ну че, дятел? Ты кого застучать хотел? Ну что это? Ты сейчас умрешь Умрешь Умрешь, мразь Понял? Умрешь Умрешь Да не вовая Не вовая Дима Умрешь 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 Молодец, помогла, дяденьке. Ну и денёк, руку чуть не сломали, воротника ворвали. Да, они сделали соучастником убийства, и всё на первом же вызове. Господи, что же я натворил-то? Господи… Нет, 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 надо всё исправить, всё исправить, я же могу, 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 у меня всё получится, всё получится, надо всё исправить. Надежда Петровна, вы здесь? Здесь. Борис Семёнович, вы меня слышите? Да. Теперь слушайте меня внимательно. Забудьте весь сегодняшний день. Забудьте меня. Забудьте всё, что вы друг другу сегодня сказали, что услышали. Забудьте обиды, подозрения. Не надо друг другу лгать. Боже мой, что же? Они же ничего не поймут. Нет, почему не поймут? Поймут. 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 Помow. Он все исправит Доктор Доктор Он все исправит Что с вами? Что случилось? Это доктор Он все исправит Я доктор? Вы доктор? Да Вы правда доктор? Вы обязаны все исправить Не хочу заговаривать первым Не хочу выходить из вагона Я останусь навеки, наверное В электричке Москва-Барселона Я, наверное, не буду влюбленным Я, наверное, не буду счастливым Электричка Москва-Барселона Пусть несет меня неторопливо Электричка Москва-Барселона Пусть несет меня неторопливо Музыка-Барселона 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 Музыка-Барселона